Вся медицина, она частная, здесь как в пятизвездочном отеле. Невыгодно, скажем так, иметь сотрудников, которые уйдут в декретный отпуск, устанавливают в доме камеры. Я думаю, в среднем детей начинают отдавать где-то с полутора лет. Садики – это большой частный бизнес. У нас много знакомых, я, в принципе, здесь провел уже 10 лет, да, мы со многими знакомыми поговорили, кто рожал в Эмиратах, и просто спросили, какая разница Россия, Эмираты, стоит ли ехать обратно в Россию. У меня супруга из Венесуэлы, поэтому как бы как второй вариант был Венесуэла, но там сейчас ситуация не особо экономически стабильная. Многие те, кто рождали здесь, все говорили, ребята, здесь как в пятизвездочном отеле, то есть за вами присмотрят, выбор большое количество клиник. Нам посоветовали 2-3 клиники, где наши знакомые рожали, нам посоветовали акушерок. В принципе, выпал на одну клинику, которая здесь уже порядка 20 лет, медиклиник. Мы их сходили, пообщались с докторами. Что нам понравилось, то есть мы хотели за естественные роды. В принципе, в этой клинике, как бы, доктора, все, с кем мы общались, все, как бы, знаешь, подготавливают тебя к естественным родам, то есть именно C-section Кесарева в случае только emergency. Мы заранее взяли хороший пакет страховой компании, чтобы у нас все покрывало, да, то есть здесь вся медицина, она частная. Есть пакеты под роды, да, они стоят в среднем, в среднем начинаются там где-то с 2,5-3 тысяч долларов, как бы все включено. Это именно пакет вот на пару дней, как у тебя рождается ребенок, да, то есть тебе предоставляют отдельную палату, да, то есть в палате, как в отеле, получается, у тебя меню, ты заказываешь там питание, как у тебя, как room service, да, от 3 тысяч долларов, то есть в зависимости от качества клиник, в зависимости от качества там твоего номера, скажем так, апартаментов, то есть 3 тысячи и выше, да, и плюс зависит от того, то есть там будешь ты делать обезболивающее. Мы пошли по пути, что мы взяли очень хорошую страховку, да, нам страховка обошлась 10 тысяч долларов на год, то есть 10 тысяч долларов у нас обошлось все-все-все-все-все, все визиты докторов, все УЗИ, все вот эти регулярные чекапы, там стача крови на анализ, и плюс полностью роды, плюс нам пришлось на 30-й неделе в больницу лечь на 4 ночи, то есть все это страховка покрывала. То есть мы взяли страховку, которая, грубо говоря, покрывала все. Мы в 30 недель, мы должны идти в госпиталь, потому что я была в работе очень early on. Так что мы стояли в пренатал-проференом, но в частности в комнате лечения. И они имеют в комнате лечения, где есть в комнате лечения, в самом же месте, и потом вы имеете в комнате лечения. То есть после дизайна, они выключают на другой комнате лечения. И вот, что все, что у мамы, и дети. Какой зарплаты начали для пакетов, для пакетов, для пакетов, они были около 10 тысяч долларов, да? Я думаю, немного меньше, А здесь я еще раз повторю, то есть очень хорошего качества клиники, очень хорошего качества доктора. Чтобы люди понимали, в Эмиратах 90% населения это приезжие, это экспаты. То есть здесь в принципе и сама система рассчитана на то, что экспаты могут рожать как у себя дома. Тут как бы не предусмотрено, что если у тебя семья и у тебя дети, ты летишь рожать к себе домой в страну. Многие выбирают, выбирают по какой причине? Выбирают, чтобы быть поближе к семье, чтобы были там дедушки с бабушкой рядом и так далее. А так в принципе многие принимают решение рожать в Эмиратах, потому что качество медицины на очень высоком уровне. Ты находишься здесь в основном на двух- или трехлетней рабочей визе. Работодатель тебе обязан предоставить основную страховку. В зависимости от уровня компании, то есть маленькие частные компании, они в основном тебе покупают минимальную страховку, которая в случае, если ты заболел, ты можешь сходить в поликлинику. Но у тебя сеть поликлиник будет достаточно лимитирована и будет более, скажем так, низшего класса. Многие международные компании, я работаю на международную компанию, то есть они тебе дают достаточно хороший пакет страховой, что в принципе процентов 80-70 всех поликлиник и медицинских учреждений Эмират, они входят в их, грубо говоря, сеть. То есть ты практически нелимитирован. По месту жительства ты можешь пройти практически в любую клинику, за исключением, может, каких-то там хай-класс, каких-то там люксовых. Страховка зачастую покрывает практически все, зачастую даже страховки покрывают матернити. То есть если люди работают на международной компании, зачастую их пакет покрывает матернити, пакет, тоже. Матернити, ну это, грубо говоря, пакет, родовой пакет. Ну не декретный отпуск, это именно, вот грубо говоря, у меня супруга работает на компанию, компания оплачивает страховку, если вдруг моя супруга забеременела, то страховка автоматически начинает покрывать вот все вот эти твои чекапы, визиты к доктору, связанные с беременностью и рождением ребенка. Если как бы рожать в Эмиратах, важно, чтобы именно страховка тебе предоставляла хороший матернити пакет, да, то есть родовой страховой пакет. Случаев таких из опыта у меня мало, да, чтобы кто-то приезжал из-за рубежа именно сюда рожать, но Эмираты построили свою, грубо говоря, систему health care, да, то есть медицинскую систему здравоохранения, с расчетом, что сюда будут люди приезжать как на медицинский туризм, потому что все-таки многие страны, которые вокруг Эмират, те же самые, там, Египет, Ливан, да, там, Иордания, у них зачастую может быть более низшего уровня медицина, поэтому Эмираты строились, скажем так, с мыслью, что люди из соседних государств могут приезжать сюда на медтуризм. Я присутствовал на родах, да, сервис могу оценить, что по вышекратной шкале, наверное, 9 из 10. У нас все прошло достаточно гладко, да, у нас роды заняли меньше 4-5 часов, очень был профессиональный доктор, очень была профессиональная медсестра, очень к нам хорошо отнеслись, вот, там, после родов 2-3 дня, да, то есть приходили, взвешивали ребенка, тут же тебе сразу специалист по кормлению грудью, который приходит к тебе в номер и как-то начинает помогать и объяснять, как кормить грудью, тут же в случае, там, каких-то Эмердженси, у тебя дополнительный, там, доп. палаты и специальная секция под Эмердженси, ты чувствуешь, что ситуация под контролем, и постоянно доктора за тобой наблюдают. В принципе, у нас все прошло очень гладко, у моих знакомых, которые рожали, тоже все прошло гладко, ну, в принципе, 8-9 по 10-бально я бы дал-то. Здесь законом предусмотрено 45 дней, 45 рабочих дней, в среднем, получается, где-то 2 месяца. Декретный отпуск, то есть после рода ребенка, это, получается, компания обязана тебе 45 рабочих дней, или, грубо говоря, там, практически 2 месяца, оплатить полную рабочую заработную плату, да, и ты уходишь в оплачиваемый декретный отпуск. Часть международных компаний, они продляют, там, до 3 месяцев, до 6 месяцев, но это, опять же, это на предусмотрение самой компании, а не предусмотрено законодательством. То есть здесь, как бы, как в России, во многих, там, европейских странах, скандинавских странах, когда часть бывает оплачиваемая, часть неоплачиваемая, часть, там, полставки, да, тут этого нету, потому что компании, получается, они оплачивают твою рабочую визу, да, и здесь сама система построена так, что компаниям невыгодно, скажем так, иметь сотрудников, которые уйдут в декретный отпуск надолго, потому что государство не будет спонсировать или помогать компании оплачивать заработную плату, да, и так далее. То есть компания 45 дней оплачивает тебе полную твою рабочую ставку, после чего ты должен вернуться на работу. В нашем случае, то есть моя супруга работает на маленькую частную компанию, порядка 40 человек, она не брала отпуск в течение года, по ее контракту у нее было 22 дня отпуска, и она взяла, получается, 45 дней, плюс компания это растянула до 60, она взяла 22 дня отпуска, которые она сэкономила за год, и она взяла 1 месяц мы договорились с неоплачиваемой отпуска. То есть в сумме у нас вышло 4 месяца, и 4 месяца, и пару недель. И вот после 4,5 месяцев моя супруга вернулась на работу, но первый год, когда ты кормишь ребенка грудью, тебе предусмотрены сокращенные рабочие часы. То есть ты работаешь не 8 часов, а работаешь 6 часов. Это тоже предусмотрено законом. Ну вот это как раз таки тот нюанс, то есть каждая семья выбирает, как бы по какому пути им действовать, да. То есть в нашем случае мы с 5 месяцев нашли няню. Вот у нас сейчас няня работает полный рабочий день. Многие даже как бы оформляют визу для няни, и няня живет с ними, да. В нашем случае у нас live out няня, то есть няня не живет у нас в доме, она приезжает. Есть определенные агентства, которые помогают тебе найти няню. В нашем случае мы нашли няню через Facebook, то есть есть определенные сайты. Мы зашли на сайт, мы подали объявление, отреагировало там порядка 10 нянь, 6 нам прислало CV, 6 пришло на интервью. Мы как бы провели интервью, отобрали двух нянь, дали им возможность как бы по 2 дня в неделю поработать, скажем так, партайм, да. То есть мы им платили посуточно. И после месяца мы как бы определились на одной няне, она из Кенни, и после этого мы оформили ей визу от моего имени. Удовольствие не дешевое, то есть виза обходится, грубо говоря, 3000 долларов на 2 года. Но там получается где-то половина идет государства оформления визы. Если небольшая сумма, там порядка 300-400 долларов в год идет на базовую как бы страховку няни, да, то есть в случае, если няня там заболела, что она могла пойти в больницу, то здесь вся медицина платная. И остальное там определенные агентские отчисления. В зависимости от того, насколько договоришься, да, то есть средняя цена на полный рабочий день от 2,5 до 3,5 тысяч дирхам. То есть это, грубо говоря, от 700 до 950 долларов в месяц. Да, 700-950 долларов в месяц. По дубайским заработным планам цена достаточно, скажем так, приемлемая. Поэтому многие семьи, они именно, когда ребенок маленький, хоть и есть ясли, в которые можно отдать ребенка с 6 месяцев, да, то есть они присутствуют, ты можешь с 6 месяцев начинать отвозить и отдавать своего ребенка в ясли, но многие идут по пути, что они как бы нанимают на полный рабочий день няню. Няни в основном из Филиппин, из определенных стран Африки, то есть Нигерия, Кения, Эфиопия. Часть нянь из Бангладеша, из Индии. Но, естественно, как бы определенный, не то чтобы страх, но как бы элемент недоверия, как бы он присутствует, да, все-таки новорожденного ребенка оставлять с кем-то. Моя супруга работает из дома, и вот мы первые 3-4 месяца, пока у нас няня была, то есть супруга постоянно находилась рядом. Удачно мы выбрали няню, то есть у нее у самой 3 ребенка, но бывает, естественно, случай, когда кто-то приехал из Индонезии, там, не знаю, из Филиппин, да, у самих детей нету, то есть они больше как мейт, как служанки, но меньше как няне. В нашем случае она, в принципе, выполняет две роли, да, то есть она как бы следит за дочкой моей, за Ребеккой, и в то же время она держит дом в чистоте и порядке. Многие, когда начинают ездить в офис на полный рабочий день, да, то есть устанавливают в доме камеры, чтобы можно было смотреть. Сейчас проблема в том, что как бы многие няни все равно привязаны там к телефонам, к социальным сетям и так далее. И ты не хочешь, чтобы у тебя ребенок одного года, грубо говоря, сам тусовался в то время, как няня там сидит в Инстаграме, да, то есть такие элементы, они присутствуют, они стандартные, поэтому устанавливают камеры, чтобы можно было следить. То есть она следит за ребенком или она там сидит в телефоне. Здесь можно детей отдавать с 6 месяцев. Я думаю, в среднем детей начинают отдавать где-то с полутора лет, да, то есть когда, ну там год-полтора, когда ребенок уже не находится на грудном кормлении, да, и ты можешь отдавать его спокойно в садик. В принципе, садики – это большой частный бизнес, да, и в основных в комьюнити, в жилых районах и даже в бизнес-районах присутствуют садики, да, то есть я работаю, например, в финансовом центре Дубая. Так интересно, ты можешь утром пойти пить кофе, и ты видишь, как там несколько филипинок выходят на улицу с 20 детьми, да, и как бы выгуливают их, да. Если пара, у которых ребенок работает в финансовом центре, есть возможность приехать утром с ребенком в финансовый центр, пойти в местный садик отдать ребенка, да, то есть он там будет находиться 6-8 часов на работу, и после работы ты его забираешь и едешь с ним домой. Большее количество приезжих, да, которые здесь работают и живут, у них здесь нету доступа к дедушкам, к бабушкам, к тетям, дядям и так далее. То есть нету, грубо говоря, родственников, которые могут присмотреть за ребенком, и все практически твои знакомые, они в той же самой ситуации. То есть у нас сейчас немножко круг знакомых меняется, да, то есть мы, естественно, обзаводимся друзьями, у которых тоже дети приблизительно нашего возраста, да, но они все находятся в той же самой ситуации. То есть, ну, как бы так, вот, своя специфика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова